Сегодня жители Бреста получили настоящий подарок. Свои двери распахнула одна из самых больших школ в республике. Переоценить значимость такого события невозможно, тем более, что учреждение образования, по последнему слову, не только построено. Учебная и техническая база также полностью укомплектованы в соответствии с современными требованиями. Эта школа, проект этой школы, он отличается от всех предыдущих проектов. Такой школы в Брестской области нет как по наполняемости, в общем количестве новостроек, так и, конечно, по архитектурному ее состоянию. Школа в шаговой доступности. Об этом жители микрорайона Юго-Запад-4 еще недавно могли только мечтать. Сегодня больше 1200 юных берестейцев переступили порог нового комфортабельного и современного учебного заведения. На строительство ушло около двух лет и больше 165 миллиардов белорусских рублей. И силы и средства немалые, но результат того стоит. Уникальное по архитектурному решению здание – настоящее украшение города над Бугом. К тому же имеет большие функциональные возможности. Особое внимание в новом комплексе уделено созданию безбарьерной среды и оздоровлению учащихся. Эта школа действительно предусматривает, и здесь сделано абсолютно все. Вы видите лифт, есть пандусы, есть специальные санузлы, которые уже сделаны специально для детей с ограничениями определенного опорно-двигательного аппарата. И на сегодняшний день к нам в первые классы пришло пять таких учеников. Ну, я думаю, для меня это новый опыт, я не работала еще, и специалисты. Мы будем брать, скажем так, опыт, перенимать своих коллег. И постараемся сделать все, чтобы они здесь имели возможность, прежде всего, общения со своими сверстниками. Это одна сторона. Вторая сторона, мы, может быть, поможем им развить те таланты, которые не смогли бы у них развить, если бы было обучение на дому. В новой школе сегодня состоялся и традиционный первый школьный урок с участием губернатора. Константин Сумр еще раз поздравил первоклассников и их родителей с таким важным моментом в жизни – началом школьного пути. И пожелал, чтобы новая школа стала настоящим вторым домом, местом, где будет комфортно работать, учиться и приобретать настоящих друзей. Ведь самая крепкая дружба, как известно, родом из детства. Наши дети должны учиться в таких прекрасных школах, для того, чтобы они получили и знания, конечно, в первую очередь, но и самое главное, чтобы они могли здесь развивать в себе и другие качества. Кто-то на спортивной стезе, кто-то, например, в художественном направлении и так далее, и так далее. Поэтому, действительно, школа прекрасная. Я рад, что мы закончили эту школу как раз именно к новому учебному году. И другое, как пожелать этой школе счастья, и чтобы она была действительно первой, как ее назвали, первой школой у нас в Бресте, чтобы она была такая всегда. Просторные классы, удобная мебель, прекрасно оборудованные спортивные залы и комнаты групп продленного дня. Уютная столовая и прекрасный стадион. Перечислять достоинства учреждения образования можно долго. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Солидарны с таким мнением и главные критики – дети и их родители. Те, для кого весь этот образовательный комплекс был спроектирован и воплощен в жизнь. Это много впечатлений. Хочется поскорее учиться, получать знания и хорошие оценки. Все очень понравилось. Конечно, это близко очень к дому. Это большой плюс. Школа очень большая для всего микрорайона. И она очень удобная. Для каждого класса свой гардероб. Это тоже очень большой плюс. Для нас это, несомненно, очень важно. Мы очень рады, мы счастливы, что у нас появилась такая хорошая школа. Что она находится рядом, можно сказать, за забором. То, что наши дети будут здесь учиться, получать знания, будут заниматься спортом. Каждый родитель сегодня нас просто переполняет чувства. Мы говорим большое спасибо за такой подарок, который сделали для нас.